Ну что ж, ребятки, сегодня будет довольно-таки ламповое, но интересное видео, в котором я вам покажу свое имущество спустя 2 года. Я как бы уже записывал подобные видео, когда перешел 0-2, я записывал видео про мой аккаунт спустя неделю, спустя месяц, спустя год, и вот спустя 2 года я записываю такое же видео. Поэтому от вас хочу реально увидеть лайк, поставьте лайк, подпишитесь на канал, я вам буду просто максимально благодарен. Ну и сегодня я вам покажу в целом свой аккаунт, какие у меня скиллы, машины, навыки там и так далее. Я не записываю это видео для того, чтобы, знаете, там повыебываться как-то, похвастаться своим имуществом, просто это видео записываю, во-первых, для себя, просто на память, потому что у меня много целей на следующий год, о которых я вам также расскажу в этом видео. Видео как бы ламповое, поэтому я решил записать его с вебочка, надеюсь, вам такое понравится. Вы, конечно, привыкли мою морду видеть на каждом стриме, но в видосе это бывает очень редко. Ну и, ребятки, конечно же, хотел бы вам напомнить свой промокод, вводите его на любом серваке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч. Всем просто огромное спасибо, кто вводит мой промокод, огромное вам просто спасибо, просто вы реально лучшие. Итак, ребята, я думаю, начнем изначально со статистики, а именно какой у меня уровень. Уровень у меня за два года 64-й. Я не знаю, хорошо это или плохо, как бы, что мы еще здесь видим. У меня есть номер телефона, 4 шестерочки, такая симка стоит около 70 миллионов, ну и, в принципе, все. Как бы бизнес я вам чуть позже покажу, фамутом и так далее. То есть, в принципе, мне самое главное было показать вам именно уровень. 64-й уровень, ребята, я вкачал за два года игры на 02-м серваке. А начал я играть, получается, 12 ноября 2021 года вышел ролик, в котором я вам сказал то, что я перешел играть на 02-й сервак. Ну, а теперь я предлагаю посмотреть мои скиллы на работах. Но, если честно, как бы, они не особо вкачаны, как я считаю, можно было бы это сделать намного лучше. Ну, и, конечно же, самый вкачанный скилл у меня это дальнобойщик, потому что, кто за мной следил, кто знает, то, что я в основном развивался на дальнобойщиках. Я не буду говорить то, что я там сам поднялся, сам заработал, изначально мне помогал Максим, он же Америкос, и мне помогали подписчики. Да, шо, вам огромное спасибо, то есть, в начале игры мне очень сильно все помогали. То есть, получается, помощь и рулетка, это 30% моего успеха, а 70% это уже я сам. Короче, шо мы здесь видим, ребята? То есть, дальнобойщик, да, у меня максимальный скилл, но я дальнобойщики уже не катаю, то есть, я уже не работаю дальнобойщиком. Да, возможно, я вернусь сюда, надо будет просто газон купить, потому что у меня нету личной фуры, тягача, чтобы работать дальнобойщиком. Да и, в целом, мне пока что эта работа неинтересна, потому что я там вкачал максимальный скилл, и, если честно, меня там зарплата не особо устраивает. Еще у меня вкачана работа таксиста, 40 уровень, я хочу вкачать максимальный скилл. Возможно, постараюсь вкачать до конца этого года, но, скорее всего, не получится, но постараюсь. То есть, я хочу еще вкачать максимальный скилл таксиста. Также я качаю скилл у гонщика, у меня он 13-й. По поводу водителя автобуса, если что, этот скилл я не качал, мне его выдали, но почему-то не хотят забрать, хотя я об этом не один раз говорил. Разборщик товаров у меня 13-й уровень, но мне хотелось бы 15-й, потому что с 15-го скилла работает чип на машине рабочий. Механик 5-й уровень, фрезеровщик 5-й уровень, уборщик улиц 9-й, овер 1-й, рыбак 7-й. Да, рыбалку я как бы не особо люблю, поэтому у меня всего лишь здесь 7-й уровень. Итак, ребятки, переходим, получается, к навыкам. Навыки у меня прокачаны, но я не сказал бы, что прям вау, очень классно там и так далее. То есть, да, прокачаны, но хотелось бы, конечно, большего, я к этому тоже буду стремиться. У меня вкачано 11 улучшений, я не знаю, хороший это результат или нет, потому что все-таки спецачки фармить довольно-таки сложно. Кстати, вышло видео недавно об этом, как фармить спецачки, поэтому кто как бы не смотрел, можете посмотреть, если кто вдруг не знает, каким образом и как лучше фармить спецачки. Ну что ж, я думаю, переходим к одному из самого интересного, это мой автопарк. Он тоже не особо большой, но интересный. По-своему как бы интересно, я вам сейчас тоже его покажу. Ну, я думаю, пойдем по порядку, как бы, первый автомобиль это BMW M3 E46. В этом году, на день рождения, мне подарили вот этот автомобиль, это отсылка к 0.1 серваку, где я, в принципе, играл. Она выглядела по-другому, когда мне ее дарили, но сейчас она выглядит вот таким вот образом. Здесь, если честно, ничего такого прям крутого нету, здесь есть нитро, неон как бы и номера. То есть, как я и сказал, ничего такого прям крутого нету, в любом случае, это подарок, мне ее как бы подарили. Большое спасибо Коле, Николай Дегамов тебе, реально, большой тебе привет, большое тебе спасибо. Итак, ребятки, переходим к следующему автомобилю. Я думаю, многие эту машину знают, видели там и так далее. Она появилась у меня относительно недавно, 4 месяца как бы назад у меня появился этот автомобиль. Ну, может даже меньше, где-то 3 месяца назад. Да, где-то 3 месяца назад появился у меня этот автомобиль. Он был как бы не такой, как сейчас. Здесь не было ни стробоскопов, ни пневмы, ни дыма там и так далее. То есть, сейчас эта машина самая дорогая, которая, в принципе, у меня есть. Моя самая любимая машина, которую я просто обожаю. Вот для меня лучше, чем M5 F90 на проекте нету машины, просто вообще нету. Я не знаю, будет ли когда-то, но M5 F90 мне прямо очень нравится. Да, она сейчас без номеров. Вы, я думаю, помните, что я купил как бы номера в Орс-семерке, но я их перепродал. Я их продал за 400 миллионов. Я об этом говорил на стримах. Я решил не записывать отдельное видео, потому что, ну, записывать видео просто о том, что я продал номера плюс там на 130 миллионов. Но я думаю, не было бы смысла, поэтому я решил в этом ролике вам в этом сказать. То, что да, здесь были номера в Орс-семерке на 77-м регионе, которые я продал за 400 миллионов. Продал я их по причине того, что мне нужно было Максиму отдать долг. И я хотел его отдать уже перед Новым Годом, чтобы в Новом Году уже как бы играть без долгов. Я эти номера покупал за 230, плюс рамка 40 миллионов. Итого, мне номера обошлись в 270, а я их суммарно продал за 400 миллионов. То есть, мне наличка дали 260 миллионов. Мне дали номера R3 на 777-м регионе. И мне еще дали Lamborghini Aventador. Мою бывшую машину, которая у меня была полгода назад, она ко мне вернулась обратно. То есть, здесь есть просто все, что можно. Просто все, что есть на проекте по тюнингу, есть в этой машине. Именно насчет номеров, я сам не знаю, что буду покупать. Как бы, ну, буду копить деньги, если какие-то интересные номера будут в продаже, возможно, куплю. То есть, по бажнику, что у нас здесь есть. Всякие приколы для тюрьмы, как бы, но... Я, знаете, такой пацанчик, который постоянно сидит в тюрьме, поэтому я вот такие вот темки, как бы, скупаю. Если что, как бы, туда-сюда. 12 отмычек, тут всякие приколы. Ну, короче, это понятно. Также у меня здесь есть скин, который стоит 15 миллионов. И еще есть у меня вот такой вот скин, если мы уже за скины заговорили. Такой скин стоит где-то 25-30 миллионов. Это редкий скин, как бы, это мой личный скин, это не организация. По аксессуарам, кстати, у меня толком ничего нет. У меня есть бита, получается, череп со свечой. Потом пасхальная бандана и шапка с гляндой. Ну что ж, ребята, следующий автомобиль тоже очень интересный. Да, тюнинг здесь, конечно, намного проще, чем на М5. Но эта машинка прям моя тоже любимица. Я очень люблю эту машину. Я ее когда-то продал, по глупости. Я потом, честно, жалел то, что ее продал, потому что, ну, Lamborghini SVJ, то есть, Lamborghini Aventador, эта тачка очень классная. И по скорости, и управлению. Я на ней в такси очень много ездил, я на ней вкачал там около 10-15 скилов. То есть, для такси это очень хорошая машина. И я рад то, что она ко мне вернулась. То есть, мне ее дали за номера. То есть, как я искал, мне дали наличку, номера и дали ламбу. Я думаю, кто-то ее вспомнит. Она у меня была где-то полгода назад. Здесь еще была гидравлика, то есть, неон я сюда ставил. Я ее купил, здесь был третий чип, нитро и радуга. Потом я поставил сюда статику и гидравлику. Но пацанчик, который купил у меня эту машину, он отсюда гидравлику снял. Я сюда хотел бы очень сильно поставить стробоскопы. И я, скорее всего, это сделаю. Стробоскопы там стоят 120 миллионов, в принципе, плюс-минус. Возможно, они будут на ивенте. Короче, я очень сильно хочу сюда поставить стробоскопы. Прям очень сильно. И, скорее всего, я эту машину себе оставлю. Я думал то, что, знаете, там покатаю такси, вкачаю 50-й скилл и потом ее продам. Но, скорее всего, я так подумал то, что я ее оставлю себе, сюда поставлю стробы для начала. Аудиосистема мне не так нужна, как стробоскопы. Вот стробоскопы я очень сильно хочу, поэтому будем над этим вопросиком думать. Итак, ребятки, по поводу остальных автомобилей, я вам скажу так, то, что, как бы, у меня нету дома. Да, ребята, у меня, как бы, дома вообще, в принципе, нету. Поэтому остальные машины я вам показать не смогу. Да и там, в принципе, ничего интересного нету. Просто баги у меня есть, обычная ФТшная, которую я тоже хочу собрать. Я хочу туда поставить третий чип, нитро и неон. И также есть буханки, в которых просто там лежат всякие вещи. Итак, ребятки, я думаю, пришло время вам показать самую дорогую мою покупку, в принципе, за всю мою игру. Это самое дорогое, что, в принципе, у меня есть. Это мой бизнес. Бизнес, за который я дал 5 миллиардов. 5 миллиардов, это сумма довольно-таки очень большая. Я думаю, вы сами понимаете. То есть, 5 миллиардов. За 5 миллиардов можно, ну, 5 просто топовых машин на фулл-тюнинге купить. То есть, реально, можно 5 машин, там, можно платы купить. Можно много чего, короче, купить. Но я эти деньги, как бы, потратил на бизнес. Наконец-то, вот, недавно я отдал полностью за него деньги. Буквально несколько дней назад. Я оставался, был должен 275 миллионов. Я эти деньги Максиму отдал с продажи, как бы, номеров. Короче, вот, получается, мой бизнес. Это СТО возле Анашана. То есть, вот, в той стране у нас Анашан. Кто-то называет СТО возле Анашана. Кто-то называет СТО-Кольцо. Короче, каждый называет по-разному. Владелец Кирюха Полканов. В гос. цена 40 миллионов. Вы скажете, то, что это может быть дорого. Но я вам скажу то, что нет. Это недорого. Вот, как бы, финка. Давайте посмотрим. То есть, вот, это мой бизнес. Главное, его в гос не проебать. А то будет печально, на самом деле. И давайте я вам покажу самое интересное. Это финка за 30 дней. То есть, финка здесь разная. Финка здесь нестабильная. Она стабильна здесь никогда не будет. То есть, если стоить такой бизнес... У тебя сегодня может быть финка, там, 3 миллиона. А завтра может быть 20 миллионов. Вот, даже бывают такие дни, что финка, там, по 17 миллионов. Видите? То есть, вот, 13 миллионов. 12, 11, 11, 10 миллионов. То есть, ну, этот бизнес висет где-то в месяц, там, 200-300 миллионов. То есть, ну, бизнес реально своих денег, я думаю, стоит. То есть, я его держу 4 месяца. Если так посчитать, если в месяц по 250 миллионов, это получается... Я за 4 месяца заработал 1 миллиард То есть, если так подумать, где-то за 2 года он мне купится Но, как бы, в любом случае, бизнес это самое лучшее вложение Ну, машину ты вложил и чё? Ну, вложил и вложил Машины, как бы, особо и не дорожают А бизнесы всегда дорожают, тем более это пассивный доход Ты не играешь и при этом получаешь денежку Поэтому, вот такие вот дела Также, ребят, у нас, как бы, есть Фома Но это не полностью, как бы, моя Фома Это моя Фома с Максимом Но я решил вам тоже её покажу вам просто автопарк Там, склад, улучшение Ну, возможно, кому-то это будет интересно То есть, по автопарку у нас, получается, Bentley Потом X5M, Buggy, ну и фургончики Ну, короче, по автопарку, как бы, мы особо не тащимся Потому что у нас у каждого есть, как бы, хорошие автомобили Поэтому мы особо и машины, как бы, не покупаем Там, чай, не чай, материалы, не материалы Короче, ну, склад у нас плюс-минус неплохой По поводу, получается, именно улучшения То есть, да, Фома наша, как бы, с Максимом Туда-сюда Особняк у нас тоже довольно-таки хороший На рублёвочке южного По поводу улучшений, получается Вот, обменник ваучеров Ваучер у нас 8600 У нас Фома полностью, получается, прокачана У нас есть, как бы, всё Ну, что ж, ребятки Я думаю, то, что на этом моменте Можно, как бы, заканчивать данное видео Да, возможно, оно получилось длинное Но максимально информативное и ламповое Я надеюсь, то, что вам понравился такой формат Именно с вебочкой Я вам подробно всё рассказал Показал Чисто ламповый такой видос Надеюсь на вашу поддержку Надеюсь на ваши лайки Там и так далее Какие планы на следующий год? Я хочу себе собрать Очень крутой автопарк Я хочу себе X5M собрать Фулл зелёный Потом BVM 5.60 Audi R6 C8 Хочу прокачать максимальный скилл На фрезеровчике На уборщике Хочу рыбалку прокачать Купить много навыков Там и так далее Короче, планов реально много Поэтому, если вы меня спрашивали Как у тебя не теряется интерес к игре У тебя всё есть? Нет, ребята У меня не всё ещё есть Как бы у меня есть ещё Много целей Желаний там и так далее Поэтому я буду играть И буду развивать свой аккаунт Потому что я считаю Это не предел В любом случае Вам огромное спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Я, если что, извиняюсь за свой голос Потому что я болею Мне максимально сложно Записывать вообще видео в целом Вы не представляете Насколько мне сложно было Записывать это видео Потому что я как бы болею Но как бы уже 20 число Через 10 дней Грубо говоря уже Новый год Поэтому откладывать уже времени не было Буду стараться вас радовать роликами Делать стримы Поэтому очень сильно вас люблю Обнимаю С наступающим как бы Новым годом Я думаю уже можно это сказать Потому что до Нового года осталось 10 дней Поэтому всех с наступающим Новым годом Там счастья, здоровья Было получше Короче Чтоб всё было пиздато и хорошо Всех обнял, приподнял Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok